Доброе утро! Сегодня мы приглашаем вас на ёлку. Самое время утренника лайф. Артем, что надо сделать прежде всего на утреннике? Это знают все. Нужно скинуться на подарки. Молодец. Ёлку надо зажечь. Ты чего? Ну что у нас ёлка не горит? Сейчас исправим. Тимофей, дай ты, пожалуйста, зажигалочку. Нету. Розетку найди, пожалуйста. Розетку найди и гирлянду включи в розетку. Всё, хорошо, хорошо. А пока Артем пытается включить нашу ёлочку, я предлагаю посмотреть вам сюжет Ирины Гуски. Она нашла замечательные, интересные ёлки, сделанные своими руками. Может, да, у меня. Сегодня мы решили отыскать новогоднее настроение. А кто, как не рукодельницы, знают, как его можно создать. Ведь именно в их домах праздник наступает за несколько месяцев до самого главного события года. В доме Ольги новогодние ёлочки живут уже несколько месяцев. И с каждым днём их становится всё больше и больше. Все они выполнены в виде топиариев – деревьев, приносящих счастье. Выполнить такую ёлочку самостоятельно совсем несложно. Ствол дерева сажается в гипс, а крона украшается самыми различными вещицами. Главное – подключить фантазию. Ёлок я уже сделала 38 на сегодняшний день. И изготавливать начала с октября месяца. Все рукодельницы к Новому году готовятся заранее. Поэтому 38 ёлок готовы. Вместе с Ольгой новогоднее настроение создаёт и её подруга Оксана, которая и передала ей свою любовь к искусству. И если Ольга изготавливает топиарии, то Оксана занимается исключительно игрушками – куклами, ангелочками, гномами и снегурочками. А так как следующий год – год лошади, то, конечно же, это животное вдохновило всех рукодельниц. Лошадь сама по себе красива. А если это ещё игрушка-лошадь, то тут уже фантазии нет предела. Поэтому любой кусочек кружева, любая бусинка – и уже всё, начался процесс, образ. Вся коллекция игрушек и новогодних ёлочек – это прекрасное зрелище, которое никого не оставит равнодушным. Хочется пожелать здоровья, чтобы появились новые мечты, чтобы появились новые желания, и была возможность это всё осуществить. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, больших успехов во всех сферах деятельности, счастья, радости и исполнения всех желаний. И самое прекрасное, что такое новогоднее настроение каждый может создать самостоятельно в своём доме. У нас в редакции есть своя штатная рукодельница. И сегодня Александра Шипилова расскажет вам, что можно сделать своими руками. Александра? Саша? Секунду, извините. Саша? Саша, твой сюжет. Что-то её не слышно. Извините, мне звонят. Извините, у нас нет связи с Александрой. Сейчас, секунду, мне звонят. Да? О, пошёл сюжет, да. Ага, хорошо. Да, Саша. Смотрите. Саша, ты чего сидишь? У нас рукодельница. Ой, совсем забыла. Ну ничего, я думаю, у меня что-нибудь найдётся, подходящее для новогоднего мастер-класса. Цветная бумага, степлер, конфеты с обеда завалялись и ленточки. Казалось бы, мелочи, но даже из этого можно сделать маленькие сувениры коллегам или ёлочные украшения. Для начала нужно распечатать и вырезать силуэты ёлочки и звезды. Теперь берём две наших заготовки и скрепляем их между собой степлером, оставляя отверстие для того, чтобы насыпать потом конфет. Насыпаем конфеты и закрываем полностью. Теперь осталось сделать петельку и бантик из ленточки. Думаю, вашим коллегам будет приятно получить маленький сувенир, да и дети обрадуются сладкому украшению на ёлке. Ну а мы с вами увидимся в следующем году и обязательно сделаем ещё много интересного. С наступающими новогодними праздниками! У нас Новый год – это ёлки, шампанское, мандарины, бой курантов и ирония судьбы. А как это в других странах? По-разному. Вот, допустим, в Шотландии Новый год празднуют факельным шествием. Они берут, поджигают бочку с дёгтем и катят её по улицам города, как бы тем самым сжигая уходящий год и прокладывая дорогу Новому году. А вот в Австрии принято на Новый год есть кусочек свиной головы обязательно, потому что говорят, что это приносит счастье. В Скандинавии ещё веселее. Там тоже связано со свиньёй, но они вот в первые минуты Нового года залазят под стол и громко хрюкают, тем самым как бы прогоняя все болезни, неудачи и плохие настроения. А вот в Венгрии принято в Новый год свистеть в дудочки детские, свистки, свистелки, всё что угодно, лишь бы отогнать подальше от дома злых духов и призвать богатство, добро и, наверное, хорошее настроение опять же. Вот в Германии, на мой взгляд, весёлая традиция. Что они делают? Когда они несколько секунд остаётся до Нового года, они все поднимаются на возвышенность. Кто-то на скамейке, кто-то на, допустим, кубик, на камин. И с боем курантов они как бы впрыгивают в Новый год. Здорово. И в Новый годов. В Испании тоже есть своя традиция. Они обязательно должны попробовать 12 зёрнышек винограда. То есть каждое зёрнышко, каждое виноградинка на каждый месяц грядущего года. Во Вьетнаме Новый год называют Тэб. У них есть традиция украшать свои жилища миниатюрными мандаринками, либо карликовыми деревьями. Вот откуда наша новогодняя традиция есть мандарин. Да, Вьетнам. Это что-то во Вьетнаме они подглядели, да? А вот ещё интересная новогодняя традиция есть в Индии. Дело в том, что там вообще 7 дат, которые можно обозначить как Новый год. 7 дат, потому что там просто перекрёсток культур, очень много разных народов живёт на этой территории. В одну из таких дат, она называется Гуди-Падва, принято есть горькие, ужасно на вкус листья дерева Ним-Ним. Причём символизирует это почему-то долгую, счастливую и сладкую жизнь. Новогодние ролики со всей планеты нашёл наш корреспондент. Новый год весёлый праздник, а у некоторых он проходит не только весело, но и современно. Современный Дед Мороз с такой же современной, нет, не Снегурочкой, а Бабой Егой, зажигали на утреннике в детском саду. И как вы думаете, под какую композицию сплясали герои праздника? Нет, не под новогоднюю в лесу родилась ёлочка, а под самую популярную песку прошлого, 2012 года, Гангам Стайл. Её знают и взрослые, и дети, поэтому Баба Егая и Дед Мороз покорили сердца всех присутствующих на празднике. Ещё один утренник в детском саду, но теперь в главной роли не Дед Мороз, а маленький Снеговичок, который плясал вместе с другими Снеговиками. Однако малыш отличился не только костюмом, но и особенностью танца. Ролик так и называется – талантливых детей трудно не заметить. Видимо, Снеговичка приметили воспитатели сразу, поэтому решили сделать акцент на его костюме, ещё больше подчеркнув зажигательный танец малыша. Все дети всегда ждут новогодних подарков от Деда Мороза. Эти родители решили заснять реакцию дочери на подарок под ёлкой. И действительно, там было на что посмотреть. Видимо, девочка получила именно то, что хотела – долгожданный компьютер. Сразу три Деда Мороза и три Снегурочки вышли в город в совершенно разных костюмах для того, чтобы сплясать на радость публике. Новогодний флэш-моб под современные мелодии прошёл на ура. Сегодня мы решили рассказать вам о самых интересных, на наш взгляд, санюты и новогодних фильмах. И традиционных, таких, как Ирония, судьбы с легким паром. По-моему, это самый-самый, ну, не только, наверное, по-моему, самый-самый новогодний фильм. Мне он особенно нравится своей лёгкостью, праздничностью. И вот только даже музыку слышишь, и сразу новогоднее настроение. Вторую ступень нашего небольшого списка занимает фильм «Карнавальная ночь». Это первый фильм Эльдара Рязанова. Все мы его прекрасно помним по песне «Пять минут» и по лекции о том «Езди жизнь на Марсе». Лучше всего пять звездочек. Да, в каждый день. И взглянуть невооруженно будет, да? Хороший фильм, на самом деле. Ещё один фильм – это фильм «Чародеи». Он был снят в 1982 году по книге Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Но ничего общего практически у книги и фильма нет. Совершенно другой сюжет, совершенно другой смысл всего фильма. Это не мешает «Чародеям» оставаться самым новогодним фильмом. Четвёртая ступень новогодних фильмов – «Джентльмены удачи». Действительно, как бы фильм может быть и не очень-то и новогодний. Ну, в плане там не про праздник, там другая сюжетная линия. Но, тем не менее, смотреть его – это зимняя традиция каждого перед зрителями. Там есть зимний утренник. Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Ты права. Единственный иностранный фильм, который я бы всё-таки включила в этот список – это «Один дома». Всё-таки вот в нашем детстве это был такой вот вау, просто действительно вау. Это был «Смикерс». Это был очень 100%. Я забыла сказать. Пожалуй, из самых старейших новогодних фильмов, фильм, который называется «Морозка», датируется он, 1964 годом. Фильм, экранизация, сказки. Самая старейшая. Самая старейшая, самая тёплая, нежная, добрая, действительно, самые такие детские. Его смотрели, мне кажется, ещё наши родители в своём ещё детстве. Правда, телевизори были чернобилые, но не суть. Но, ничего. Смысл был понятен. Водя, искусство. Следующие в списке у нас что? Следующие в списке у нас «Операция И. Кавказская пленница Иван Васильевич меняет профессию», словом, все фильмы, в которых играл Александр Демьяненко, он же «Шурик». Да. Ну, тоже, ничего, конечно, новогоднего нет в этих фильмах, но... А зимой, кстати, они стояли возле сарая, товарища, где он его... Ну, да, почти, как пройти в библиотеку, да. Да, видите, кинематограф двигается, друзья мои, и к этому списку добавляются ещё современные фильмы, допустим, такие, как «Ёлки», так? «Ёлки-2», «Ёлки-3», и теперь ещё «Ёлки-3». И наши правнуки к этому списку добавят именно эти фильмы. «Ёлки-145» добавят ещё. «Ёлки-начало», «Возрождение». Но есть ещё один фильм, который, возможно, тоже станет новогодним традиционным, «С Новым годом, мамы», потому что это очень тёплый праздничный фильм, который всё-таки похож на подарок от нас, детей, нашим родным и любимым мамам. Здравствуйте. Впереди так много выходных. Так вот, пока я буду искать вам пару-тройку занимательных фильмов в новогодние каникулы, предлагаю посмотреть российскую комедию, довольно прилично снятую, с достойным актёрским составом, остроумным сюжетом и, главное, знакомым названием. С Новым годом, мамы! Нечто подобное, адресованное мамам, я, да и вы, думаю, уже видели в канун 8 марта. «Мама», а также их продолжение – фильмы, созданные одним режиссёром и для одной цели – создать приподнятое настроение тем, кто без устали нарезает нам салат оливье. 30 лет я живу вместе с мамой, я знаю наизусть её каждый шаг. Мы с мамой улетаем. Париж. Давай, давай, давай! Я не могу больше слушать эту музыку. Давай пересядем. Мы один раз живём. Итак, с Новым годом, мамы представляет собой пять оригинальных историй, в которых есть та, что первое слово в жизни каждого из нас, разные города, Питер, Москва, Париж и ностальгическое свидание с Аллен Делоном. Всё это имеет место быть в картине, что сегодня советую вам. Прекомнитель, кто-то узнаёшь? Аллен Делон. Слушай, правда, Делон. Прямо скажем наград и восторженных отзывов критиков лента пока ещё не получила. Но разве это важно? Совершенно трогательная история про таких разных мам и новогодние чудеса, на которые мы с вами, дети, способны. Покажите им. Мам, я люблю тебя! Смотрите на нашем канале 31 декабря. Фильм «Чародеи» продавил нам не только замечательную предновогоднюю традицию смотреть этот фильм, но и даже два новогодних музыкальных хита «Три белых коня» и «Песни преснежин». Вот часть песен, да, конечно же, помню, часть песен в этом фильме пели сами артисты. Вторую часть взяли на себя гениальные исполнители песен Лариса Долина и Ирина... А за девочку тоже должны были петь маленькие девочки. Вот первую песню про «Снежинку» исполнила девочка, она была дочь сама певицы Ирины Рождественской, Ольга, а она ещё пела песню «Красной шапочки», дарила всего восемь. Тут ей было тринадцать, и она блестяще исполнила эту песню с Виа Доброго. Вторую песню должна была петь тоже актриса этого фильма «Маленькая девочка», но режиссёру не понравилось, что у неё голос уже только формируется, то есть ломался такой термин, да. Поэтому в звук от цех зашла Лариса Долина и сказала, давайте попробую я. Все захлопали, одобрили, и она исполнила. А ничего, что ей двадцать семь лет было? Вот именно, талант Ларисы Долиной заключается в том, что ей было двадцать семь, а она исполнила, как маленькая девочка, и до сих пор многие даже не узнают её голос. Давайте мы послушаем какую-то из этих песен. Аня, выбирай. Либо «Снежинку», либо «Три белых коня». О, выбрал. Остыли реки, и земля остыла, и чуть напоплились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня, звенящие в снежную даль. «Три белых коня», эх, «Три белых коня», декабрь, гимбарь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет в дух. Только ёлки в треугольных платьях, только ёлки в треугольных платьях, не на встречу, все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня, звенящие в снежную даль. «Три белых коня», эх, «Три белых коня», декабрь и гимбарь и февраль. Остыли веки, и земля остыла, но я замерзнуть не боюсь. Эта город, я все успела, это город, я все успела, а на голосах смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня, звенящие в снежную даль. «Три белых коня», эх, «Три белых коня», декабрь и гимбарь и февраль. И уносят меня, и уносят меня, звенящие в снежную даль. «Три белых коня», эх, «Три белых коня», декабрь и гимбарь и февраль. А вы знали, что за зиму на Землю выпадает 1 септильон снежинок? Я честно не знаю даже, что это за число, септильон. Это сколько-то... В 1 септильон больше, чем в единице. А, ну да. А вот одна снежинка состоит из 1 миллиона капель. Одна снежинка. То есть, это умножить 1 септильон на 1 миллион капель, и можно... И можно посчитать, сколько капель лучше, а лучше не считать, а лучше не считать. В общем, вы поняли, снег это все сложно. Это не так уж и просто. Даже вот любители снега, ну то есть, профессионалы сноуборда, лыжного спорта, они разделяют снег на категории. То есть, он разный бывает? Да, то есть, они придумали такую категорию. Есть снег пиф-пап, есть снег шампанское, есть снег цветная капуста, есть снег... Мне на самом деле это напоминает вечеринку после Нового года. Снег шампанское, снег цветная капуста, снег пюре. Ну, у нас, по крайней мере, к сожалению, нет никакого снега, ни пюре, ни шампанского, пока никакого. Но нам не привыкать встречать Новый год без снега. Дорогие телезрители, в наше время возможно все. Вот оно, волшебство пошло. О, ничего себе, настоящий снег. Е-мое, как здорово. Ну, наверное, снег вот такой можно увидеть только в театре. Я говорю, жена медовика 14-го говорит мужу летом, заметьте, летом, я хочу покататься на сноуборде, на лыжах, когда еще не было сноуборда. Он говорит, ну, а что, и как? Он говорит, ну, ты, король, ты и подсуетись. Ладно. Он вот что сделал? Взял килограммы, тонны, мне кажется, сахара-соли, засыпал улицы Версаля, и она довольная каталась. Ну, значит, надо быть еще тогда женой короля. Ну, не будем, на самом деле, отчаиваться, потому что половина населения земного шара ни разу в жизни не видела снег. Мы-то хотя бы как-то у нас иногда везет зимой, бывает. Чтобы этим людям повезло, я надеюсь, они смотрят все-таки программу «Утровай», потому что сейчас они смогут увидеть снег на фотографиях. Работы Алексея Клятова – отличный пример того, как просто любитель может сделать удивительные по технике кадры. У Алексея нет дорогого оборудования. Фотоустановку он собрал из частей старого фотоаппарата, досок, винтов и скотча. Фотограф выходит на свой собственный незастекленный балкон, берет в руки самодельную камеру и создает фантастические макроснимки снежинок. Снежинки он снимает иногда на шерстяной ткани в естественном свете, но чаще на стекле, просвечивая светодиодным фонариком с обратной стороны. Этими снежинками можно любоваться бесконечно. Самое интересное то, что среди них невозможно найти две похожие, ведь в природе просто не существует одинаковых снежинок. Такое разнообразие создается благодаря тому, что на своем пути к Земле кристаллы воды при замораживании испытывают небольшие колебания температуры, которые по-разному отражаются на структуре каждого из них. Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Ученым и просто любителям фотографировать удалось запечатлеть множество удивительных и порой даже фантастических кадров. Так этот кадр грозы в штате Юта занял второе место на фотоконкурсе 2013. В результате извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия в небе можно было наблюдать гигантские кольца из облаков диаметром более 100 метров. А вот российскому фотографу Сергею Горшкову удалось сфотографировать вулкан, извержение которого происходило в этом году после 36 лет тишины. Также в этом году общественность узнала о существовании симпатичной разноцветной кукурузы, причем купить ее можно уже в интернет-магазинах США. Британский фотограф-исследователь Тим Флач создал серию снимков под названием «Больше чем человек», в которой запечатлены потрясающие моменты из жизни диких животных. Следующим фотографиям уже много десятков лет. На ней запечатлены самые первые зимние Олимпийские игры 1924 года. Они проходили на юго-востоке Фрации. Программа мероприятий включала лыжный спорт, керлинг, скоростной бег, фигурное катание и хоккей. Норвежка Соня Хенни приехала на Олимпиаду в 11-летнем возрасте. Тогда Соня заняла последнее место. Однако на вторых и третьих зимних играх она неизменно брала золото. В турнире по керлингу участвовали всего четыре команды, причем две сборные представляли Швецию. Однако первое олимпийское золото в этом вблизи спорта завоевали британцы. А это Бобслей 1924 года. Олимпийская сборная Великобритании без шлемов мчится к своей серебряной медали. А следующая фотоподборка напомнит нам, как праздновали Новый год много лет назад. Начнем с далекого 1936-го. На этом фото сын летчика Бабушкина по радио поздравляет свою семью и всех родителей страны с Новым годом. А это Кремлевская елка 1938 года. И так как это главная елка всего мира, никого не должно удивить появление на ней маленького негритенка. А тут украинские партизаны встречают праздник в лесу. Командир зачитывает поздравления. Следующее фото сделано в 1944 году, но называется оно далеко от войны. На снимке две ученицы несут елку домой. 1952-й. Советский цирк умеет творить чудеса. Акробаты на велосипедах цепью едут вокруг главной елки страны. Ну а вам, дорогие наши телезрители, хочется пожелать, чтобы ваш Новый год прошел так же весело и позитивно. Только не забывайте во время празднования про фотоаппарат. Ведь стоит запечатлеть праздник, если не для себя, то для потомков. Вот лично, по-моему, снимать такие фотографии – это настоящее искусство. Смотришь и создаешь настроение вот такое – эй, новогоднее. Я знаю одного фотографа у нас в Сирасполе, который умеет создавать настроенческие новогодние фотографии. Действительно, ее фотографии похожи на новогодние открытки. Вот такие вот календарики. Не знаю, смотришь, и сразу хочется зажечь елку, есть мандарины. Мы были на самом деле… Чуть-чуть. А вот этого нет, потому что она снимает детей. А, давайте посмотрим, как создается настоящее искусство. Мы тоже там были с сыном. А, вам повезло. Отыскать в Сирасполе местечко, где есть снег, практически невозможно. Но мы смогли. Здесь не только заснеженная елка, но и снежинки, и коньки, и даже снеговик. Без новогоднего волшебства наверняка тут не обошлось. Праздничную зимнюю обстановку сопровождали веселых с них детей и их родителей. А также щелчки и вспышка фотоаппарата. Все потому, что мы попали в фотостудию Алены Петренко. Раз, два, улыбка. Это уже не первый год, когда я делаю новогодние декорации. Просто каждый год стараюсь менять, чтобы было что-то новое. Потому что приходят дети, которые были и три года назад, и два года назад. И они просто... Зачем у фотографий одинаковые все? И мне неинтересно снимать со старыми декорациями. Поэтому вот в этом году такая идея уличная, чтобы можно было валенки одеть, чтобы можно было поиграть со снегом. Алена, как опытный фотограф, готовила сани с лета, а точнее с осени. Она давно мечтала о деревянном уголке в своей студии и решила в этом году сделать сама себе такой новогодний подарок. Постепенно появлялись и другие вещицы, напоминающие о зиме и о празднике. А очень многое делалось своими руками. Особенно гордится Алена зимним окошком, на котором Грозный Мороз оставил свои творения. Всю свою любовь мастер фотографии вложила в эту студию. Видимо, поэтому ребятишки здесь всегда в хорошем расположении духа. Я пытаюсь создать какое-то настроение в кадре. С тем же снежком. Дети пришли, они же не играют дома со снегом. На улице тоже нет. Можно приукрасить немножко. Я люблю добавить снега, чтобы было много, если это подходит по сюжету. В основном все модели Алены маленькие и капризные. И чтобы они хорошо вышли на фото, требуется немало усилий. Однако Алена справляется с этой задачей очень просто. Я пытаюсь просто им найти какое-то задание. Дать задание. Покидать снежком вот этот комок снега. Ну, наверное, все любят. Потому что им можно кинуть. И, в принципе, если никуда не попасть, то ничего не разобьется. Маленькие девочки любят чай наливать. Не знаю, им поиграть в хозяйку нравится. Достаем чашки, играем, сервируем стол, тут подключаются родители. Ну, просто надо найти, что детям нравится. Со всем маленькими детьми сложнее, с ними не договоришься. Поэтому тут только сами родители, они знают своих детей. Они знают, что их может успокоить, что их может обрадовать. Здесь найдутся развлечения и для девчонок, и для мальчишек, и для совсем крох, и для совсем взрослых. И родители, и дети с новогодней фотосессией всегда уходят только с положительными эмоциями. Еще совсем немножко до Нового года, но еще работа, еще такая рабочая суета. И как-то праздник еще не очень чувствуешь. Да, конечно, нарядили елку, повесили игрушки. Но как-то все бегом-бегом. А здесь такая обстановка. Здесь снег, коньки. И очень здорово, и прям хочется уже Нового года, хочется снега, хочется зимы. Настроение на самом деле очень здоровское. Прям новогоднее-новогоднее уже. Хочется пожелать всем просто хорошего настроения, хорошо провести новогодние праздники, каникулы, детям отдохнуть. От всех отдохнуть. От школы, может, где-то от родителей, от фотоаппаратов. А вот я уже получила новогодний подарок Абеда Мороза. Я была на концерте Евгения Гришковца. Ну, Аня, он не только тебе подавил подарок, там, наверное, все-таки был как-никак полный зал зрителей. Да, это был аншлаг, полный зал. Правда, вот в зале нам снимать не разрешили, потому что это премьера. Это новый спектакль, который он привез в Кишинев. Но я поняла просто, сидя в зале, чем он так цепляет, чем его выступления так нас всех цепляют. А когда он говорит, ты вспоминаешь все, что происходило в твоей жизни. Все вот эти мелкие моменты, понимаешь, во-первых, что у него было то же самое. И у всего зала, потому что раздавались возгласы, вот да, у меня тоже такое было. Или там, да, вот я помню это. Со всех мест. Я сидела, вокруг все это обсуждались. Ты же так говорила? Да, я потом еще всю ночь пересказывала весь спектакль. Подробнее о спектакле в сюжете замечательного корреспондента Анны Бугаев. Эти странные конструкции за сценой – декорации к новому спектаклю Евгения Гришковца «Прощание с бумагой». В детстве маленький Женя представлял, что именно по таким трубам письмо идет к адресату. В Кишинев он приезжает уже третий раз, но спектакль с таким сценическим оснащением привез впервые. «Прощание с бумагой» – это еще и самая свежая работа. Премьера состоялась только в начале октября. Мой персонаж переживает остро многие аспекты, которые утрачивают человечество и человеческая культура, расставаясь с бумагой. Основная мысль, если можно говорить, конечно, об основной мысли произведения двухчасового – это то, что наши дети будут люди без почерка. Мы утрачиваем с бумагой очень многие стороны своей индивидуальности, неповторимости человека. «Гришковец» напоминает, что с уходом бумаги попрощаться придется со многими вещами. Как когда-то канули в лету гусиные перья и ножи для разрезания писем, уйдут в прошлое печатные машинки, тубусы, готовальни и телеграммы. На спектакле Евгений показал зрителям, возможно, последнюю в мире промокашку. Оказалось, зрители еще помнят, что это такое. Правда, не все. А вы знаете, что такое промокашка? Промокашка знаю, конечно же. В тетрадке вставляется, даже пользовалась, застала. Нет. А вы помните? Нет. Такая штука, которая промокает. Ну, она была просто необходима, когда писали перьевыми ручками. На бумаге информация передается совершенно на другом уровне. Найти дополнительный смысл можно даже в завитке буквы, написанной любимым человеком. Этого не отыщешь в строках электронного письма. А главное – письмо, написанное от руки, нужно было ждать. Это ждешь, да, что проходит время, это время, это ожидание, какие события, что произошло в жизни человека. Сам приход, письма, да, и потом что-то открываешь, это вот какое-то ощущение чудо. Записка жене в роддом из 90-х, переписка с иностранцем в 80-х, письмо родителям в 70-х. Гришковец говорит о реальных людях и событиях своей жизни. Я привожу здесь свою собственную биографию, свою судьбу, как некий предмет искусства. Я предлагаю зрителям сопоставить свои временные рамки и свой опыт с моим. Дальше я тут же ухожу на территорию универсальной. Это такой просто, это не трюк, но это новый до этого спектакля ни разу, но и не испробованный способ. Еще один способ, который безотказно действует на зрителя – обращение к теме детства. Евгений использует его практически во всех своих работах. Я просто понял, это влияет не только на мою художественную позицию, но и на человеческую тоже. Если я понял, что таким счастливым, как в детстве, я его больше никогда не буду, то можно не суетиться. А я не суючусь. Ему не нужны пышные декорации, смена костюмов и даже партнер на сцене. Волшебным образом Гришковец запускает нашу фантазию, которая дорисовывает то, что не сможет сделать ни один мастер спецэффектов. Он включает наши воспоминания, помогая восстановить то, что казалось безнадежно забытым. Мы примерно одного возраста, и я уже много лет его читаю. И очень приятно, как бы, хочу подчеркнуть то, что о чем думаю я, и об этом думает он. Во-первых, это эталон русского языка, во-первых. Во-вторых, это эталон высокой нравственности, духовности и нормальной человеческой жизни. И, может быть, сегодня уже немногие знают, что такое респедер. Кто-то ни разу в жизни не отправлял телеграмм. Но, как считает автор, книги из нашей жизни не уйдут никогда. Человечество не откажется от чтения. В никаком случае чтению нет никакой альтернативы. Замены чтению нет. А те люди, которые не читают или читают в интернете, то есть это не чтение книги, не читают литературу, они лишают себя огромного количества радости и, в общем, серьезного развития, выпуска, которая связана с фантазией, с запуском фантазии. А в холле театра оперы и балета все желающие могли купить книги Гришковца. Настоящие, бумажные, с запахом и покраской краски. В общем, Евгений Гришковец сказал, что бумажные книги уж точно никуда не исчезнут. Следовательно, Зоя Николаева без работы не останется. Сегодня у нас в программе «Новогодняя сказка». Новый год — то самое время, когда ждешь чуда, и оно сбывается. Это праздник, когда мы в окружении родных, любимых людей чувствуем себя счастливыми, и никто не должен его встречать в одиночку. История московской писательницы Хельги Патоки «Новогодняя сказка» состоит из нескольких рассказов, и в каждом из них случается чудо, ведь так и должно быть, особенно в Новый год. Автор описывает бытовые сцены очень тонко и мило. Новогодняя сказка, как мозаика, собирается в голове у читателя по иллюстрациям и легким, но при этом очень глубоким высказываниям. В книге описано несколько героев, все они одинокие. Это вышло по разным причинам, которые, быть может, и не были столь серьезными, но так уж вышло. Рассказы начинаются грустно, но с каждой страничкой автор делится со своими читателями и героями счастьем. Она маленькими шагами ведет их в огромный мир полный любви, улыбок, добра, где каждый может найти свой уголок. В новогодней сказке нет философии, но она учит радоваться даже самым незначительным поворотам судьбы. Хельга сводит одиноких людей, она дарит им самые чистые и светлые чувства. Они перестают быть одинокими. Герои начинают верить в то, что волшебство — это не выдумка, и с каждой секунды убеждаются, что можно жить по-другому, намного счастливее. Исправили они Новый год вместе, а там девушка красивая была, дочка хозяйская. Уж очень она человеку приглянулась, и он ее в гости пригласил. Пришла она к нему, а потом вообще за него замуж вышла, и родилось у них много-много детей. Новогодняя сказка Хельги Патоки может стать замечательным подарком. Дети откроют в ней рост субжизненных фактов, которые могут стать сказкой, а взрослые насладятся приятным чтением и заполнят свои души добротой. Читайте и получайте удовольствие. Генеалогическое дерево главного конкурента Деда Мороза — Санта-Клауса восходит к одному из самых почитаемых христианских святых — Святому Николаю. Появилась эта легенда, либо вот все то, что связано с Санта-Клаусом, очень просто. Был такой профессор Колумбийского университета, Клар Муром, и он своим детям написал стихотворение «Ночь перед Рождеством». В нем рассказывалось, как две бедные девушки не знали, что купить поесть на Рождество. И вот святой проходил мимо их дома, услышал их разговор и кинул в трубу камина несколько золотых монет. Попали монетки прямо в чулки, которые сушились у огня. В нашем камине нет никаких золотых монет, но оттуда и пошла традиция ждать подарки к утру от Санта-Клауса. Ну и вот в Европе все-таки подарков действительно ждут 25 декабря, а не как у нас на Новый год. Рождество 25 декабря отмечали не только в Европе, но и у нас. Рождество – один из самых главных христианских праздников. Он является государственным в более чем 100 странах мира. В большинстве из них отмечают Рождество 25 декабря по Григорианскому календарю. Некоторые православные церкви, в том числе и русская, продолжают праздновать Рождество по Юлианскому календарю, то есть 7 января. Дело даже не в числах, это семейный светлый праздник. Представители христианских конфессий, которые отмечают Рождество 25 декабря, есть и у нас в Приднестровье. Сочельник прихожане столичной церкви Святой Троицы пришли на рождественскую мессу. Все христиане празднуют этот праздник главной воплощение Господа, который приходит в историю человечества. После истории Старого Завета, после этих всех пророчеств, в истории человечества появляется Господь. Во время праздничной мессы вспоминались библейские истории, проводился обряд причащения, а прихожане вместе с хором пели песни и читали молитвы. После службы по давней традиции обменивались кусочком хлеба обладкой. Отломив кусочек хлеба, люди просят друг у друга прощения и желают счастливого Рождества. Хлеб – это символ единства. Нет другого такого символа, который бы говорил о единстве тех, которые берут этот хлеб в свои руки. Один хлеб, а мы все по кусочкам его берем и питаемся. В давние времена сложилась рождественская традиция. Если девушка стоит под растением амела, которая вывешивалась в домах на Рождество, то парень может ее поцеловать. Считалось, что амела приносит любовь и счастье. Рождество – это праздник, который отмечают всей семьей, обмениваясь подарками. Это радостный и счастливый день, волшебное и незабываемое событие, когда каждый человек надеется на чудо. И неважно, когда мы отмечаем Рождество в декабре или в январе. Гораздо дороже чудесная атмосфера праздника, который призван сближать людей. У Деда Мороза и Санты есть свои аналоги в разных странах мира. Вот, например, в Албании – это Баба Димри. В Башкирии – Кыш Бабай. В Бразилии и Египте – Папа Нуэль. В Болгарии – Деду Коляду. В Боснии, Герцеговине, Сербии и Черногории – Деда Мраз. В Казахстане забавный – Кулатун, ага. А вот Снегурочка уникальна. Этот персонаж есть только у нас. Екатерина Орлова решила одеть на себя костюм Снегурочки. Смотрим. Совсем скоро наступит новый 2014 год. Все мы ждем чудес, новогодних подарков под елочкой. И, конечно, ждем в гости Деда Мороза и Снегурочку. Но кто они такие? Любой ребенок, не задумываясь, ответит. Добрый старик, который появляется на Новый год, приносит подарки, а взамен просит рассказать стишок или спеть песенку. А помогает дедушке его красавица-внучка. Дед Мороз и Снегурочка действительно существуют. Только поздравить они успевают не всех. Чтобы принести радость и праздничное настроение в каждый дом, им требуются помощники. В это воскресенье в рубрике «Пусть меня научат» Дед Мороз со стажем научит меня быть Снегурочкой. Здравствуй, Саша. Точнее, Дед Мороз. Здравствуйте, Катерина. Точнее, Снегурочка. Скажи, каково это работать 31 декабря, в ночь 31 декабря на 1 января, дарить людям смех, радость, подарки? Работать в новогоднюю ночь, я не могу назвать это работой, потому что быть Дедом Морозом — это праздник. Кого мы сегодня будем поздравлять и почему мы стоим, собственно, в подъезде? Сегодня мы будем поздравлять хорошую девочку Кристину, которая написала мне письмо. А стоим мы в этом подъезде, потому что она здесь живет. И я решил ее поздравить вместе со своей Снегурочкой. Я тебе в этом помогу. Отлично. Читай письмо. Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, фиксиков. Кристина. Дедушка, а ты знаешь, что такое фиксики? Ну, конечно. У меня уже полный мешок фиксиков, поэтому вперед. Поздравляйте. Вперед. Пошли. Кристина, жди нас. Дедушка Морозом с Северного пояса специально, чтобы поздравить тебя с Новым годом. Мы получили от тебя письмо и принесли тебе подарок. Письмо. Какое письмо? Письмо. Ты нечестный. Ну, ченька, ты сейчас мне поможешь? Да, доставай, дедушка, письмо. Ага, вот и письмо. О, какое красивое письмо. Замечательное письмо. Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, фиксиков Кристина. Твое письмо? Да. Тогда, дедушка, мы попали по нужному адресу. Совершенно верно. Но я подарки просто так не раздаю. Поэтому ты должен для нас со Снегурочкой что-то приготовить. Стишок или песенку. Финта. А мне тут сказали по секрету, что ты умеешь танцевать ча-ча-ча. Да, я могу и на спагат еще сесть. Какая молодец. А дедушка уже давно не может. Давай. Да сверкай огнами елка нас на праздник базами. Все желания исполнить, все мечты осуществить. Молодец, умничка. Ай, молодец, Кристиночка. Ну-ка, внучка, подай мне мешок. Сейчас буду дарить Кристинке пиксики. Желаю тебе, чтобы ты хорошо училась, слушалась маму и папу и была такой же красивой принцессой. С Новым Годом! Ура! Это не все. Золотая коллекция сказок. Держи, пусть мама тебя на ночь читает. Профессия Деда Мороза и Снегурочки действительно сложная, хоть и работают они всего лишь один раз в год. Чтобы дарить детям праздник, в душе дедушка и его внучка тоже должны быть детьми. С наступающим, друзья! Чудеса случаются. Главное в них верить. А вы знаете, оказывается, есть люди, которые не верят в Деда Мороза. Вот они посмотрят такой сюжет, как был сейчас, и говорят, а, Снегурочка, это не Снегурочка, это корреспонденты Первого Приднестровского. А, подарки приносит не Дед Мороз, а папа. Вот! Я не знаю, мне, например, подарки всегда приносил Дед Мороз. Потому что я хотела такие вещи, которые родители не могли найти просто в продаже. Да и не было таких вещей. Как можно было найти в моем детстве Сникерс, Марс и Баунти? Да не было, только Дед Мороз. Это только Дед Мороз мог принести. Аж оттуда, с западного. На распродаже, я шучу. А вот наш корреспондент, который не верит в Деда Мороза, провел собственное расследование. Большой рост, борода, посох, мешок с подарками. Этот образ знаком многим из нас, но сама личность этого дедушки окутана множеством тайн. Что именно вынудило человека пенсионного возраста творить безвозмездно добро в новогоднюю ночь? Откуда он родом? И почему на него так усердно трудится его внучка? Все это остается белыми пятнами в истории, в которой мы сегодня постараемся разобраться. Снежный след привел нас в 1840 год. Именно тогда впервые в литературе всплыл странный дедушка Мороз Иванович, который в теплое время года жил в колоссе, а на зиму перебирался в ледяной дворец. Тех, кто хорошо работает, он одаривает серебром, а кто работе предпочитает лень, получает сосульку и нравственное поучение. Но также известно, что предок Мороза Ивановича Дед Трескун был довольно жестких правил. Самым умным и послушным он дарил подарки, а те, кто был непослушен, получали тумаки из-под его палки. И это было только начало. Немного подобрев, старец с большим мешком подарков стал неотъемлемой частью новогодних праздников. Так продолжалось до революции, после которой началось преследование сказочного деда и его окончательное изгнание из Советского Союза в 1929. Дед Мороз возвращается на советскую землю в 1937 году и не один. У него появляется верный помощник, соратник и посредник в лице Снегурочки. Их первое совместное появление на публике было в 1937 на празднике елки в Московском Доме Союза. После этого Дед Мороз уже не покидал наши территории. Многие утверждают, что все-таки видели его, но кого они встречали под покровом новогодней ночи возле своей елки, неизвестно. Я запомнил это навсегда. Я встал часам к пяти утра и отправился на кухню выпить воды. И тут я услышал какой-то шорох, доносящийся из гостиной. Приоткрыв дверь, я увидел большую фигуру в шуге и с мешком. Он повернулся ко мне, улыбнулся, а что было дальше, я не помню. Я очнулся уже у себя в кровати. Когда-то он приносил в дома елки, сейчас на елку приходит он сам. Хотя куда направляется настоящий Дед Мороз, неизвестно. Ну а к нам стучатся в двери миллионы его сотрудников, которые крутятся в непрерывном новогоднем колесе. Ведь признайтесь, вы хоть раз, но примеряли его костюм. Он популярнее Стаса Михайлова и Григория Лепса, но его личность находится под завесой тайны. Он вне моды, вне глянца, он верит в нас. Ну а мы служим ему верой и правдой. В него верят дети, но с годами эта вера рассеивается. И может это неспроста. Посудите, как это на руку бородатому волшебнику. Взрослый человек легко и самое главное по своей инициативе встает на службу в новогоднюю гвардию. Надевает бороду, костюм и идет дарить подарки. Точное место, где проживает Дед Мороз, неизвестно. Кто-то говорит, что это Лапландия, а кто-то говорит, что он живет только в нашем воображении. Есть официальный адрес Великий Устюг, резиденция Деда Мороза, куда и приходят тысячи детских писем. Но кто знает, может там живет его двойник, а настоящий зимний дед продолжает тихо и спокойно творить свои волшебные дела. Да и вообще, может жить с вами по соседству. Приглядитесь к тем, кто живет рядом. Быть может, кто-то из них и есть настоящий Дед Мороз. Смотри, Дед Мороз. Дед Мороз успевает за ночь раздать всем детям подарки. Денис Кириллов у него не интересовался? Денис Кириллов его не догнал. Я знаю почему. Скорее всего, Дед Мороз все-таки летает на ковре самолете, либо на реальном самолете, или у него очень шустрый таксист. Нет, я думаю, что он просто передвигается со скоростью света, потому что он волшебник и преодолел уже сначала сверхзвуковой, а потом еще и световой барьер. А вообще, давайте спросим у детей. Они точно должны знать, ведь они же получают подарки. У него слишком быстрые олени. Почему они такие быстрые? Потому что он их кормит. А чем они их кормят? Наверное, морковкой. Дед Мороз заплетает их велевкой на санки, и он потом, он говорит, потом он своей палочкой удаляет по санкам, и они своими передними копытами поднимаются, и их клылья махают, и они взлетают. И он смотрит, они хорошо себя ведут или нет. И целый год он смотрит, плохо ли, похорошо. И он, если хорошо, он бьет подарки и всем детям раздавает. У нас тоже был Новый год. Мы не спали, и к нам Дедушка Мороза с Небурочкой. Я хотела мишку с бантиком. Он мне подарил, мы отрезали бантик, и надели его в теплую одежду и шапочку. А самое главное, у него есть помощники, громы, эльфы, и они помогают ему всем детям раздать подарки. Он увидит любой носок, который ждет подарков. Он берет любой подарок, какой попадется, и по письму, который... И потом он берет такой же подарок и кладет в носок. Вроде бы все хорошо, да? И сюжеты, и программа, и ведущий, и елка. Но, Анечка, возле елки не хватает Дедушки Мороза. Ну, вы знаете, а городскую елку Дед Мороз, правда, вместе со Снегурочкой, уже украсили. А наш корреспондент побывал на их производстве и пообщался с автором. В это сложно поверить, но этим новогодним героям отроду две недели. У Романа, их создателя, и мысли не было делать статуи, да еще и из бетона. Обычно он работает с гипсом. Но вдохновившись работами украинского скульптора, который создает полые бетонные композиции, мастер решился на эксперимент. К слову, его украинский коллега Владимир Колесников плодотворно работает по этой методике уже много лет и создал уже более тысячи произведений искусства, которые украшают города России и родной Украины. Я в том году ее увидел в интернете. Вообще в Москве очень большой комплекс. Сказочный был оформлен Колесником Владимиром. Это художник из Украины. Вот, если он связался, оказалось, что он недалеко живет, на Херсоне, здесь неподалеку как бы. Вот, и он мне объяснил эту технику, потому что с бетоном раньше я не работал. Вот, техника очень интересная, потому что лепишь вживую и большой формат. Вот, в чем это очень как бы интересно. И эти изделия могут использоваться на улице. Вот, в отличие от гипса, потому что гипс, он на улице агрессивная среда. Вопреки поговорке, первый результат нашего героя не вышел комом. У него получились симпатичные, в меру упитанные Дед Мороз весом 120 килограммов, Снеговик 85 и почти худенькая Снегурочка весом 80 килограммов. А ведь это с учетом, что они пустотелые. Кстати, благодаря бетонному рациону жизнь этих персонажей в 4 раза дольше человеческой. Вообще, как бы, по технологии бетон набирает только прочность 300 лет. То есть, если вот это изделие правильно им пользоваться, оно 300 лет спокойно простыть, а потом еще лет тысячу может. По физическим слостям бетона. Все было бы не то, останутся сказочные фигуры в родном для себя сером цвете бетона. Богатая палитра колора спасает положение. Малярными работами это вряд ли назовешь. А вот живописью по бетону вполне. Стараюсь работать с современными материалами, грунтами. Сейчас их очень много, хотя они стоят недешево. Это грунты глубокого проникновения. И очень хорошо себе зарекомендовали акриловые краски фасадные. Они быстро согнут, они устойчивы к кандидатным воздействиям. Не прошло и дня, как это трио украсило центральную площадь города Бендер. Аня, что-то я как-то себя некомфортно ощущаю. Артём, а так ты снеговик. Я снеговик? Ты снеговик? Ой. А ты снегурка, Аня. Что, снеговик? Да. Ничего себе. Это какое-то волшебство просто. Слушай, ну какое же волшебство без Деда Мороза? Надо его позвать. Давай. Давай. Так все вместе. Давайте вместе с нами. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуй, внученька! Здравствуй, снеговик! Здравствуй! Здравствуйте, дедушка! Здравствуйте! Рады вас видеть. Дед Мороз, расскажите, как у вас дела? Как детишки в новогоднюю ночь? Ох! Ну что сказать? В этом году дети подготовились хорошо к встрече Нового года. Я получил очень-очень много писем, где дети пишут о том, что они учились хорошо, родителей слушали. Молодцы! И, конечно же, самый главный подарок они подготовили Деду Морозу. Это выучили стихи, песни, танцы на всех языках мира. Да, сковородцы! А что вы пожелаете всем деткам и всем телезрителям? А всему преднестровскому народу и детям я желаю хорошего новогоднего настроения! Музыка! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дедушка Мороз, есть у нас большая проблема. Мы елочку зажечь не можем. Мы уже электрику звонили, розетку искали. И что-то там Артём пробовал починить, но не работает. Никак вообще. Никто не может. Ну так это не беда. Надо просто сказать волшебное слово. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Точно. Давайте попробуем, Штегурочка. Давайте, ну-ка. И раз, два, три. Ёлочка, гори. Гори не работает. Нет. Да, но здесь есть один нюанс маленький. Хорошо. Надо, чтобы все телезрители вместе с детьми сказали эти волшебные слова. Раз, два, три. И ёлочка, гори. Ура! Получилось. Дорогие зрители, дети и родители, я вас поздравляю. Счастья всем желаю. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова